Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я хочу с вами затронуть тему новогодних подарков. Я знаю, что я совсем чуть-чуть опаздываю. Нужно было выпустить это видео пораньше, но все же я надеюсь запрыгнуть в выходящий вагон и подкинуть вам несколько хороших идей. В этом видео я вам представлю свой топ 50 идей подарков на Новый год. Здесь будут подарки на абсолютно любой кошелек. Ценовая категория от 100 рублей до 5000. Здесь будут абсолютно разные по своему наполнению подарки. Это и просто декоративные элементы, это и бьюти, и гаджеты, и полезные, теплые, уютные подарки, и подарки для дома, и подарки для себя любимого. Здесь будут ссылки на сайты Алиэкспресс, Асос, Вазборис, Ламода и Озон, конечно же. В общем, везде, где я смогла найти и наскрести эти подарки, я это сделала. Так что, если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали. Давайте, пожалуй, начнем с декора для дома, потому что для многих девушек, думаю, это крайне актуальный момент. И начнем мы с того, что я нашла на Алиэкспресс. Посмотрите, пожалуйста, на эту зебру. Пузатая статуэтка зебры. Господи, какая она милая! Я честно хочу эту зебру себе, поэтому и решила показать вам ее самым первым просто кадром. Насколько она милая! Такие две красивые, пузатенькие статуэточки зебры. На мой взгляд, это станет украшением в любой дом. И девушке, и ребенку можно подарить. Очень будет смотреться красиво, мило, уместно. Будет выглядеть хорошо в абсолютно любом интерьере. Это просто настолько красивый и милый подарок, который, как мне кажется, будет греть вам душу. Также на Алиэкспресс я нашла такую классную статуэтку собаки, которую можно поместить, например, у вас около входа, и куда можно складывать ключи или мелочь. Очень классно она выполнена, очень интересное у нее оформление. Такое вы точно встретите не в каждом доме, но, согласитесь, смотрится просто безумно стильно и красиво. И также я вам представлю вторую статуэтку тоже собаки. Тоже туда можно класть ключи и мелочь. Эта собака уже с подносом тоже очень красивая, стильная. И для тех, кто не хочет никаких собак, я могу вам предложить ананас. Тоже очень красивая статуэтка, которая подойдет к любой девушке в бьюти-команде. Или просто как украшение вашего дома поставить на тумбочку, на полочку. Смотрится очень красиво, органично. Я уверена, что один из этих трех ананасов отлично впишется в ваш интерьер. Кроме того, это не очень дорого, но при этом это действительно будет красивая покупка. И для тех, кто не любит всяких собак и ананаса, я могу представить две маски. Красивые статуэтки, интересные, необычные. Они не детские, они как раз-таки просто утонченные, но красивые. В общем, если вам что-то понравится, то я обязательно оставлю на это ссылочки внизу. Следующее, о чем я хочу с вами поговорить, тоже все еще мы висим на Алиэкспрессе, потому что Алиэкспресс из всего того, что я сейчас буду показывать, доставляет дольше всего. Поэтому показываю сначала про Алиэкспресс. Можно, если девушка очень любит бьюти, если она красится, или же если она, по крайней мере, начинает краситься, подобрать несколько подобных подарков. Во-первых, те девушки, кто красится, имеют кисточки, но крайне мало девушек имеют подставку для этих самых кисточек, чтобы их мыть. Вот скажите, у вас есть подставка для мытья кисточек? Я уверена, что у большинства из вас ее нет. Но при этом это очень удобное изобретение, которое позволит вашим кистям, которые вы моете, во-первых, находиться в правильном положении, чтобы вода не затекала в фирул и не размачивала его и, соответственно, не портила кисть. И, во-вторых, подобные подставки будут защищать ваши кисти на тот случай, если у вас есть котики. У меня котики очень активные, если они видят кисть, они тын-тын-тын, все, нету кисти, ищи ее по дому. А с вот такой подставкой никто вашу кисточку не украдет. Также полезным подарком может быть набор спонжиков. Их можно приобрести на Алиэкспресс. Я нашла вот такую классную банку со спонжиками. Можно выбрать ее в любом цветовом оформлении. И также можно пойти, на самом деле, в любой магазин, купить красивую банку и понапихать туда разных спонжиков. Я уверена, если девушка у вас красится, мама, подруга, сестра, неважно кто, они такому подарку обрадуются, потому что спонжики нужно менять, и менять их нужно часто, желательно чаще, чем раз в полгода, и потому это очень полезный подарок. И также еще с Алиэкспресс могу вам предложить такой вариант подарка, как тубус для кистей, потому что кисти нужно где-то хранить. Некрасиво это делать в стакане, потому что стакан это стакан, а в тубусе очень будет все красиво смотреться. Посмотрите, вот на разные тубусы можно подобрать, например, к белым кистям белый-голубой тубус, к черным кистям черный тубус. Также, как идея подарка, можно, например, купить несколько кисточек, засунуть их в этот самый тубус и презентовать вашей подружке или же самой себе, маме, папе, кому угодно. Очень и очень хороший, но при этом полезный и практичный подарок. Следующую часть подарков давайте с вами обсудим с iHerb. Здесь тоже есть чем поживиться. Давайте начнем, пожалуй, с более практичных, потом уже перейдем к чему-то более сладенькому, интересному. Во-первых, если у вас подруга, мама, девушка, кто угодно любит принимать ванну, то очень хорошим подарком будет подушка для этой самой ванны. Я без этой подушки жить не могу, честно вам скажу. Я терпеть не могу садиться в ванну и чувствовать спиной этот холод, особенно когда ванна еще не прогрелась. А для этого нужно, если ванна чугунная, хотя бы несколько минут, но в эти несколько минут ты будешь сидеть и мерзнуть. Поэтому подушка замечательный выход. Во-первых, чтобы спинке было не холодно, а во-вторых, чтобы спинке было удобно. Я постоянно эту подушку вешаю себе в ванну. Она цепляется на присоске. Вы в любой момент можете эту подушку отцепить и повесить, чтобы она вам не мешалась. Но при этом вам будет очень комфортно сидеть. Во спине будет мягко, удобно и даже можно подложить под голову эту подушку. Поверьте мне, это незаменимая вещь в моей ванной. На iHerb есть целая куча разных приправ. Если вы хоть когда-либо заходили на iHerb, я уверена, вы уже положили на них глаз. Например, в прошлом году я маме собирала такой подарок из приправ. Я купила коробочку и заказала на iHerb 5 или 7 приправ. В общем, все, что мне очень хотелось попробовать, я туда купила, сложила и маме презентовала. Если вы любите готовить, ваша подружка, сестра, мама, кто-либо еще из женщины в вашем окружении любит готовить, да даже мужчина, если у вас любит готовить, можно купить такие приправы и подарить. Я уверена, это будет очень красивый и стильный подарок. Можно подобрать, например, баночки от одной фирмы, например, от Simply Organic. Они смотрятся невероятно красиво, стильно на любой кухне, при этом приправы у них действительно очень и очень вкусные. Или же можно, например, собрать такой подарок, заказать парижский чай или любой другой. Но упаковки здесь очень красивые и очень презентабельные у этого бренда, поэтому я настоятельно рекомендую в плане подарка обратить на них свое внимание. И также купить, например, несколько специй. Можно, например, сделать набор из парижского чая плюс специя, либо можно взять несколько чаев, например, парижский чай, чай йоги, специи Simply Organic и специи Frontier. Очень, кстати, хороший подарок тоже на любой вкус подобрать. Например, один чай с более ярким вкусом, другой успокаивающий. Одну приправу, например, какую-нибудь чесночную, а другую для пиццы. И подобным образом это будет очень разносторонний и разноплановый подарок, но при этом безумно-безумно классный. Кроме того, можете обратить свое внимание также на мыло. Сайт Тайхерп, оно тоже очень класс. Оставлю здесь несколько вариантов, которые я точно пробовала и могу вам рекомендовать. Возвращаемся к теме ванны. И если женщина, которой вы хотите сделать подарок, любит ванну, то помимо подушки для ванны, которую я уже рекомендовала, можно подобрать такие варианты. Во-первых, можно приобрести колонку, то есть динамик специально для ванны. Это очень удобное изобретение. Кажется, что какая-то фигня, но когда я стала слушать музыку в ванной, у меня специальное зеркало, которое может проигрывать музыку, оказалось то, что это очень поднимает настроение. Когда ты стоишь там, намываешься, трешься, трешься, и при этом у тебя еще классная музыка играет. Это хорошо поднимает настроение. Также, помимо всего прочего, можно, например, составить свой собственный набор для ванны, который вы хотите подарить своей женщине знакомой. Можно, конечно же, приобрести готовые наборы. Такие есть у Lush и у любого другого бренда. Но готовые наборы, на мой взгляд, это наборы, в которых содержится меньше души. На мой взгляд, когда ты сам выбираешь, что ты хочешь сложить в свою коробочку, в свой набор и подарить, в этом подарке гораздо больше тебя, больше именно желания сделать приятное и больше приятного. Поэтому я предлагаю, например, зайти в Ифраше. У них замечательные запахи. Взять, например, масло для душа с лаванной и ежевикой. Оно потрясающее. Если вы положите его в свой подарок, уверена, девушка, которой вы это подарите, или женщина будет в восторге. Собрать масло для душа, пену для ванны и, например, бомбочку для ванны. Тоже очень хороший подарок. Также для ванны можно приобрести халатик и подарить его. Например, в Ойше можете зайти. Там халатики не самые бюджетные, откровенно говоря. Но там есть настолько мягкие экземпляры. Я когда подошла и потрогала, мне захотелось прямо там, на месте, в торговом центре, завернуться в этот халатик калачиком, вот так вот как гусеница, и свалиться куда-нибудь, дрыхнуть. Настолько это было мягко и тактильно приятно. Следующий раздел подарков это, конечно же, вкусненькие, сладенькие подарочки. Я уверена, если у вас человек, которому вы хотите сделать подарок, это сладкоежка, то он его оценит. Например, можно приобрести мешок или же коробку, куда сложить все сладости, какие вы хотите. Например, покупаете мешок, заходите в магазин, кладете туда плитку шоколада, киндер-сюрприз, какие-нибудь буэна, еще что-то закидываете. В общем, закидываете туда различные твиксы, мелкие веи, все, что понравится тому человеку, которому вы это хотите подарить. Очень, кстати, классный этот подарок для тех, кого вы мало знаете. Например, если вы знаете, что ваша коллега по работе любит сладкое, но больше вы ничего об этом человеку особо не знаете, а подарить что-то нужно, то вот, пожалуйста, замечательный вариант подарка, который, во-первых, не будет вам стоить слишком дорого, и, во-вторых, который будет действительно классный. Также есть, например, в Перекрестке, по-моему, когда-то были огромные бокалы, заполненные M&M's, это именно набор, при этом очень классный набор, который действительно можно кому-то подарить, и это будет прикольный, необычный подарок. Либо же, если вы не найдете такой набор, можно сделать это самостоятельно, приобрести два бокала вина или один бокал, засыпать туда что-то сладкое, как-нибудь красиво упаковать, презентовать и подарить. Также из вкусных подарков можно, например, пойти в магазин, купить бутылку вина, которую любит человек, купить, например, сыр, фрукты и упаковать это в красивую корзинку. Тоже будет смотреться очень классно и интересно. И еще один интересный вариант подарка, это Head Made Сладости. Например, я очень давно нашла классный канал, называется Julia Small, это девушка-кондитер, и она показывает много рецептов различных тортиков, печенюшек. Я нашла много рецептов классных печеньев, например, печенье для кофемана, мраморное печенье, имбирное печенье, шоколадное печенье, все эти рецепты на 3-5 минут и не требуют ничего особенного. Конечно же, когда я делала самоподобные рецепты, что-то шло не так, потому что я не кондитер и не все выходило хорошо, но если у вас есть навыки, то это будет классный подарок. Что мы делаем? Мы заходим, например, в кондитерский магазин, приобретаем коробочку, красивую коробочку, в которую мы будем упаковывать наши сладости, приобретаем пакетики с клапанами и дальше печем, печем и еще раз печем, складываем наши печенюшечки по отдельным видам в пакетик. Дальше пакетик можно, например, завязать вот такой вот веревкой, очень простая, но будет смотреться стильно, особенно если у вас коробочка тоже в крафтовом стиле, завязываем ваш пакетик с печенькой и, например, можно прицепить туда бирочку, мраморное печенье и красивое пожелание. Очень и очень будет классный, душевный подарок, потому что это сделано с душой, с любовью, но при этом это не займет у вас каких-то бешеных финансов. Да, это займет время, но если вы любите готовить, особенно если вы любите печь, делать выпечку, то я думаю, это будет просто безумно интересный и необычный подарок. Также из подарков, связанных все-таки с готовкой, я озвучу несколько вариантов для кухни. Можно зайти в Zara Home, и там есть просто масса всего для кухни. Например, можно приобрести такую ступку для того, чтобы толочь там разные специи, чтобы делать соусы. Это классный подарок для тех, кто любит готовить. Также можно приобрести набор специальных инструментов для кухни. Например, взять набор с разными щипчиками, вот этими самыми, как они называются, лопаточками, половником. Главное, чтобы это было выполнено в одном стиле и практически любому человеку, кто хозяйствует на кухне, и кто вообще готовит, это будет полезно и нужно. Также есть еще один классный вариант. Можно взять такую красивую банку, чтобы туда пересыпать крупы или же сахар, муку, соль, все что угодно. Смотрится очень стильно. И также могу вам предложить более необычный вариант кухонной досточки. Эти досточки не для того, чтобы на них резать. Конечно же, можно на них нарезать все что угодно, но я предлагаю подарить такой вариант, например, для тех, кто любит красиво сервировать стол. Представьте себе такую досточку и подачу на ней стейка. Вы кладете на эту разделочную доску стейк, сверху веточку тимьяна, рядом накладываете красиво нарезанные овощи и ставите красивую соусницу. Боже мой, как это красиво! Это классная, необычная, можно сказать практически, что ресторанная подача, и вы это организуете человеку, всего лишь подарив несколько досточек. Следующий вариант подарков это компанейские подарки для тех, кто любит тусоваться в компаниях, кто любит игры. И игры настольные, это на самом деле недооцененный многими подарок. Я предлагаю в первую очередь либо простые подарки, простые игры, которых просто нет у человека, либо же какие-то необычные. Начнем с простых. Что из простого можно подарить? Алиас, востребованная игра в компаниях, которая развеселит, поднимет настроение и займет всю компанию. Также можно подарить Уна, это больше такая игра, что на двоих, что на троих, что на четверых. Можно и больше компании, но больше компании уже не очень интересно. Можно подарить также ребенку, потому что дети любят рубиться в подобные игры, и это будет интереснее, чем просто карты. Можно подарить Иммагинариум, тоже очень классная игра на компанию. Будет проверять она, конечно, вашу фантазию, либо же, если у вашего друга есть Иммагинариум, можно подарить дополнения. Там целая куча разных дополнений, которые привносят много нового и интересного в игру. И также можно подарить, например, необычные варианты всех тех же самых игр. Например, я дарила своему молодому человеку однажды монополию, но не обычную, а в виде Игры Престолов. Очень интересный подарок, к сожалению, ее сейчас уже раскупили, поэтому если вы найдете какой-то подобный необычный подарок, советую вам брать сразу, потому что раскупят, и вы потом это не приобретете. Также на секретного Санту я приобретала ту же самую игру Уна, но не в обычном издании, а Уна с единорогами. Представляете, с единорогами, это было так классно, я, честно говоря, хотела, чтобы с этим тайным Сантой мне этот подарок самой достался, потому что настолько мне это полюбилось. Единственное но, не заказывайте эти игры с Озона, ни в коем случае, потому что Озон лепит свои наклейки прямо на лицевую часть, и когда я покупала эта самая Уна, 90% передней части было заклеено наклейкой от Озона. Я замучилась ее отдирать, так, чтобы не повредить упаковку. Также можно сейчас найти совершенно разные варианты Уна. Я нашла, например, Уна с Гарри Поттером, с Майнкрафтом, и также есть различные более детские варианты, Школа Монстров, Маша и Медведь и так далее. Еще раз повторюсь, эти необычные варианты игр очень быстро раскупают, и на следующий год вы их уже не найдете, поэтому если вам приглянулся такой подарок, если вы нашли что-то подобное интересное, то берите сразу, потом вы это не приобретете. Гаджеты я сейчас постараюсь вам предложить более-менее необычные, я не буду вам предлагать что-то невероятно дорогое, типа робот-пылесос, айфон, макбук, нет, мы сейчас обсудим что-то более то, что можно поднять, мы сейчас обсудим что-то более подъемное, более простое, но при этом то, что действительно порадует человека, которому вы хотите сделать подарок. Что я предлагаю? Во-первых, если человек увлекается фотографией, можно ему подарить мини-принтер, вы можете найти абсолютно разные подобные принтеры, какие-то соединены просто по блютузу, каким-то приложением, есть принтеры, которые просто кладешь, подключаешь телефон и печатаешь фотографию, если у вас человек любит подобные вещи, то можно подарить, я уверена, ему понравится. Также из подобных вариантов это фотоаппарат Polaroid, но это все-таки дорого, поэтому пока что я вам буду рекомендовать просто найти подобный мини-принтер. Я нашла несколько вариантов на Азоне, нашла на Алиэкспресс, обязательно оставлю ссылочки. Еще один необычный, действительно необычный гаджет, но при этом может быть очень полезный, это Label Maker. Необычный подарок, казалось бы, Label Maker, что, зачем, но если вы знаете человека, который любит организовывать пространство, который любит, чтобы все лежало по полочкам, четко, ясно, понятно, структурировано, то это будет замечательный подарок для такого человека, потому что вы всего лишь через приложение по телефону подключаетесь к этому Label Maker, печатаете, что вы хотите, например, рис, или косметика, или таблетки от живота, и этот Label Maker печатает вам лейбл, вы его наклеиваете на свою заветную баночку, и у вас все структурировано и красиво. Отличный вариант для тех, кто любит вести какие-то ежедневники, кто любит раскладывать все по контейнерам, в общем, для всех, кто сильно заморочен организацией пространства, это классный и необычный подарок. Я нашла такие Label Maker на AliExpress, они стоят недорого, так что, если вы хотите посмотреть на такой вариант, то хотя бы зайдите и почитайте отзывы, посмотрите, насколько вам это подойдет. Мне кажется, это очень классная идея подарка. Также из гаджетов девушке можно подарить зеркало с подсветкой, обязательно буду рекомендовать именно с подсветкой, потому что это невероятно удобно, верхний свет, к сожалению, может неправильно отражать наш макияж, особенно если свет верхний не очень, обязательно берем зеркало с подсветкой, это недорогой подарок, но при этом очень практичный. Также из гаджетов можно взять бесконтактную беспроводную зарядку для телефона, она выглядит как вот такая просто плюшечка, вы сверху кладете телефон и заряжаете. Безумно, безумно удобно, модно и молодежно. Из более простых подарков, например, могу также предложить держатель для кабелей. Здесь можно придумать разные варианты, например, можно взять держатель, который будет собирать несколько кабелей, либо же можно взять именно защиту для провода, лично у меня провода, вот, например, сейчас его не видно, вот, он, как видите, здесь такой поломанный, покусанный, кошки его жрали, сам по себе провод тоже здесь гнется постоянно, потому что это самое такое место гнущиеся, провод ломается, провод в итоге выглядит некрасиво и он может перестать работать, поэтому можно купить вот такие симпатичные классные насадки, это стоит очень дешево, это стоит в районе 100 рублей, но при этом это смотрится красиво, необычно, и это полезно. Дальше давайте перейдем на Asos, здесь тоже есть несколько интересных подарков, к сожалению, не так много, как я находила в прошлом году, но тоже здесь есть чем поживиться. Во-первых, здесь есть целая куча разных наушников, которые можно приобрести, есть наушники как большие, так и беспроводные, выбирай, не хочу. Второй подарок, который можно приобрести на Asos, особенно, если будут скидки, это стайлеры для волос. Именно на Asos я покупала два своих стайлера, я покупала щипцы и утюжок, это очень классные, действительно качественные стайлеры, и если вы берете это на скидках, а Asos часто проводит скидки 20-30%, то здесь получается очень выгодная цена. Помимо прочего, на эти стайлеры порой бывает просто хорошая скидка, сами по себе они стоят 7-8 тысяч, я подобные стайлеры брала за 3-4, как вы понимаете, я взяла себе, я взяла также на подарок маме, и это действительно хороший качественный подарок, и фирма Babyliss тоже делает очень качественные стайлеры. Единственное но, которое я вам покажу, прямо сейчас покажу, вот, чтобы не быть голословной, мой Babyliss, который я заказывала на Алиэкспресс, очень классный, у них нестандартные не российские розетки, поэтому обязательно, если вы приобретаете там подобный подарок, подумайте о переходнике, потому что с вот этим, конечно же, пользоваться вы не сможете, но подобных переходников полным-полно в любых специализированных магазинах, техники, электроники, и вы это там приобретете, в общем-то, не за дорого. Также я на Asus нашла очень классный красивый динамик мятного цвета, вот, посмотрите, очень красивая маленькая колонка, которая подойдет для человека, который любит слушать музыку чуть-чуть погромче, и который все-таки не хочет это делать через телефон. Также на Asus есть классный набор кисточек, например, Real Techniques, эти же самые кисти можно найти как на Asus, также их можно взять на iHerb, также их можно взять и, в общем-то, у вас в городе, но я не советую идти у вас в городе в обычный магазин, потому что, например, в подружке продается Real Techniques, но они там все-таки дороже, а на Asus, особенно если там будут скидки, или же на iHerb, можно взять это дешевле. Также на Asus есть много интересных наборов с косметикой, например, есть необычный вот такой мини-хладильник с разными средствами, здесь Emma Hardy, Elemis, Oscea, в общем, интересные, классные бренды, если у вас кто-то увлекается косметикой, то можно подарить такой необычный холодильник, я уверена, это крайне интересная подача, одно дело подарить косметику в коробочке или в пакетике, другое дело подарить косметику в мини-холодильнике. И последнее, что я нашла на Asus, к сожалению, уже большая часть того, что я подобрала раскуплена, поэтому я вам это показывать не буду, вот такое кухонное полотенце Joe Doesn't Share Food, если вы смотрели Friends, то вы знаете эту фразу, вы знаете откуда это, если у вас человек, которому вы хотите сделать подарок, фанат, фанат сериала Friends, то почему бы и нет, это действительно, по-моему, классная, интересная находка. Я также нашла чашку тоже с Friends, но, к сожалению, на данный момент она раскуплена, поэтому показывать вам ее не буду. Также подарить можно книгу, книга это хороший подарок для любого человека, для любого гендера, девушки, мужчине, можно подарить подруге, можно подарить маме, можно подарить незнакомому человеку, кому угодно, это недорогой, но при этом всегда приятный подарок. Можно подобрать, например, несколько подобных книжечек изданий, как бы вечная классика, по-моему, называется серия, я обязательно здесь подпишу, я вот такие книжки пачками покупаю на Озоне, либо же они есть в книжных магазинах, можно приобрести, купить несколько подобных книжек, и это будет, во-первых, хороший интеллектуальный подарок, а во-вторых, совершенно недорогой. Следующая категория это полезные подарки, их я постараюсь быстро пошерстить, потому что вы, в принципе, все это уже знаете, но это не означает, что у них не нужно говорить, потому что в любой момент вы можете о них вспомнить и решить, что это как раз-таки то, что вы хотите подарить. Первый вариант это подставка под телефон, или под планшет, или под ноутбук, в зависимости от того, кому вы дарите. Лично я просто жить не могу без этих подставок, вот у меня вот такие, например, с Алиэкспресс, стоят они 150 рублей, но я их купила себе 5 штук и полопихала в каждую комнату, потому что это невероятно удобно. Следующий практичный подарок это тапочки, несмотря на то, что это безумно банально, но это все еще самый классный подарок, который можно сделать человеку, который много времени проводит дома. Если это мерзлявый человек, можно подарить тапочки на меху, например, УК, они дорогие, собака, но они очень удобные. Также можно подобрать другие меховые тапочки, либо же, если это девушка, девочка, можно подарить красивые тапочки, которые будут облегать ножку, и которые будут очень красиво и мило смотреться. Следующий практичный подарок это носки с необычным узором. Особенно актуален этот подарок для мужчин, потому что мужчины постоянно носят носочки, они как мы, девушки, то колготки, то еще хрен знает что, носки для мужчин очень часто это вариант самовыражения, особенно если у них какая-то строгая работа с дресс-кодом, то может быть носки это тот вариант, который будет помогать ему самовыражаться. Вы идете в торговый центр, заходите в магазины, где продаются мужские носки, и выбираете самые необычные и красивые варианты. Можно выбрать все что угодно, носки с хот-догами, носки с арбузиками, носки с какими-то сказочными героями, все что угодно, но поверьте мне, любой мужчина скорее всего будет этому рад, потому что это невероятно мило и это душевно, что очень важно. Видно, что вы подумали об этом человеке, что вы старались, и что вы вложили все-таки душу в этот подарок. Следующий полезный подарок, это частично также его можно отнести к гаджетам, например, селфи-палка или же кольцевая лампа. Этот подарок больше подойдет для тех, кто любит блогерствовать, или кто любит снимать постоянно сторис, сфотографироваться. В эру социальных сетей, я думаю, это любит практически каждая девочка, девушка и парень, кто угодно, поэтому это очень полезный подарок. У нас сейчас все поголовно-блогеры, поэтому селфи-палка, кольцевая лампа, что-то еще подобное, и вы просто бог подарков. Еще один практичный хороший подарок это подушка для самолета, особенно если человек часто путешествует, это будет невероятно полезный подарок. Можно выбрать подушку, которая крепится к рюкзаку, можно выбрать подушку, которая складывается, главное не берите вот ту вот фикс-прайс и надувную. Да, это хороший вариант в одну сторону, но они быстро ломаются, с ними постоянно что-то происходит, лучше подберите хорошую, качественную подушку, которую человек сам себе не купит, но которая будет спасать его шею в самолетах. И следующие два подарка тоже достаточно банальные, но они все еще безумно актуальны, во-первых, это шарф, либо шерстяной, либо кашемировый, лучше всего, конечно же, кашемировый, потому что шерстяной шарфик вы сами себе купите, когда вам станет холодно, а вот кашемировый шарф дело более дорогое, поэтому именно как подарок это самый лучший вариант. И последний практичный подарок это плед. Да-да, плед, можно выбрать шерстяной плед, или в мире носовый плед, любой, главное, чтобы это был натуральный материал, и чтобы это выглядело красиво, можно выбрать какой-то пледик, который будет с красивым узором, можно же выбрать наоборот, вот такой вот, я сейчас ставлю картиночку с большим, таким большим плетением, тоже очень необычно смотрится, но красиво, и каждый раз, когда человек будет в него путаться, потому что в России частенько холодно, он будет вспоминать о вас. И мы вышли на финишную прямую, сейчас я покажу еще несколько идей подарков, которые не влезли во все остальные категории, которые я уже показывала, но которые также имеют место быть. Итак, вариант номер один, это то, что я очень хочу себе подарить, и то, что я себе подарю. Плюшевая акула. Здесь должны быть сверчки, я знаю, это странно, но, блин, я страдаю по этой икеевской акуле, я хожу в икею, и каждый раз на нее смотрю, каждый раз я по ней страдаю, каждый раз я хочу ее купить, и все-таки в следующий раз я ее куплю. Не знаю, зачем мне нужна эта акула, это просто пылесборник, но она такая милая, она такая милая, такая классная, в общем, хочу акулу и куплю себе акулу, вот так вот. Если вы знаете, что человек тоже страдает по каким-то подобным милым вещам, то смело берите и дарите. Следующий вариант подарка, необычный, но все же нужный, это витамины. Витамины у нас в России стоят каких-то бешеных денег, я думаю, вы с вами согласитесь, если хоть раз их покупали, но при этом это крайне полезный подарок. Например, если вы очень торопитесь, вы совсем не знаете, что подарить, например, если вы идете на день рождения, к родственнику, еще кому-либо, можно зайти в аптеку и накупить разных витаминов полезных. Следующий вариант подарка, это фотокнига. Это больше необычный подарок, он подойдет для тех, кто хочет все-таки сделать подарок более персональным. Если у вас есть много фотографий с этим человеком, это ваша подруга или это ваша семья, это ваша свадьба, не знаю, все что угодно, то вы можете, например, самостоятельно сверстать эту фотокнигу, вставить в макетик и изготовить. Здесь ценовая категория может очень сильно разниться в зависимости от того, какую типографию вы выберете и какие навыки у вас уже есть. Например, если вы умеете верстать, умеете хорошо пользоваться фотошопом, то в таком случае у вас цена фотокниги может быть гораздо ниже, потому что вы не будете тратить деньги на дизайнера, на верстку, вы это сделаете самостоятельно. В таком случае у вас может фотокнига стоить и 500 рублей, и 1000. Если же вы ничего не умеете делать сами, то в таком случае вам придется выбрать типографию подороже, либо, быть может, нанять дизайнера, который вам это сверстает, но благо это можно сделать недорого, можно просто разместить объявления в интернете на любых платформах типа коворка, типа коворка, там вам сделают рублей за 500, все что угодно, и отдать это потом в типографию. Это будет чуть-чуть дороже, но тоже это не выйдет, скорее всего, за пределы 3000 рублей, но будет очень и очень классный и персональный подарок, потому что хранить фотографии в телефоне может каждый, но в телефоне нужно еще найти нужную фотографию, телефон можно изменить, телефон может разбиться, данные могут потеряться, а подобная фотокнига у вас, скорее всего, не денется никуда. Еще один практичный вариант подарка это чашка, можно подарить чашку просто с красивой картинкой, найти где-нибудь, например, большую чашку, для того, кто любит пить чай, такую бадью чай, я, кстати, обожаю пить чай ведрами, поэтому это классный вариант для вот таких вот чаеманов, вы берете большую чашку с красивым рисунком и ее дарите, либо же это можно сделать персональную чашку, сейчас тоже есть полным-полной сервисов, вы, например, размещаете там фотографию человека, или вашу совместную фотографию, любую картинку, например, лучшему папе, лучшей маме, лучшей подруге, или самой долбанутой подруге, можно сделать такую фразу, и поверьте мне, будет очень прикольно и практично. И следующие, последние два подарка, они тоже достаточно банальные, но о них не стоит забывать, это домашние свечи и аромодиффузор. Свечи, это, в принципе, ароматизированные свечи, конечно же, не те, что продаются в фикс-фрайсе, это хороший вариант для тех, кто любит создавать домашний уют. Выбирайте что-то необычное, что-то красивое, что-то с проверенным именем, например, Joe Loves, Joe Maldon, еще что-то, то, что человеку понравится, то, что принесет ему удовольствие. Прошу вас, не берите дешевые свечи за 50 рублей, это будет сразу видно, то, что, ну, хрень какая-то, лучше возьмите что-то подороже, но если человек действительно любит домашние свечи, то он оценит. И аромодиффузор, это тоже хороший подарок, это не дешевый подарок, поэтому мы часто сами себе можем не приобретать подобные диффузоры, потому что, ну, все-таки это не 100 рублей, и не всегда хочется подобные деньги тратить на какие-то просто домашние вещи, но если кто-то подарит, то это хороший подарок. Вот, у меня лично дома тоже стоит вот этот диффузор Sisters Aroma, очень классный запах, он мощный, запах этот можно контролировать при помощи количества этих палочек, как видите, у меня их здесь две штуки, потому что вещь очень мощная, и если сюда поставить больше, то запах будет очень мощный на всю комнату, мне больше не нужно, мне вот столько хватит. Единственный минус вот этих диффузоров, они достаточно быстро заканчиваются, но если вы берете набор, то вы об этом не беспокоитесь. В общем, на этом будем заканчивать видео, надеюсь, что хоть какую-то идею новогоднего подарка я вам подкинула, если это видео было для вас полезным и интересным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!